Добрый вечер, дорогие друзья! Прошла еще одна неделя, мы с вами снова встречаемся. Картины нашего сегодняшнего гостя находятся в частных музеях во множестве стран. В Англии, Франции, Италии, Голландии, Израиле, Соединенных Штатах Америки художник Исраил Цвагенбаум. Исраил, добрый вечер! Добрый вечер! Исраил, учитывая, что основная ваша тематика еврейская, означает ли это, что богатые коллекционеры во всех странах мира – это евреи, которые покупают именно картины, поскольку они связаны с еврейской тематикой? Нет, я знаю, что покупают неевреи параллельно с евреями, и работы, которые покупают у меня люди, совсем не всегда связаны с еврейством. И я знаю многих коллекционеров, которые совсем не связаны с еврейством. То есть, короче говоря, у вас нет такой сверхзадачи художника, пишу картину на еврейскую тему, понятно, что еврейских коллекционеров во всех странах мира это заинтересует. Нет, я никогда не ставил таких задач перед собой, чтобы только на узкий круг коллекционеров-евреев, и мне это никогда не пересекало в мыслях. И я знаю из людей, которые коллекционируют мои работы, совсем не относятся ничем к евреистам. Вы родились в Дербенте? Да, я родился на юге Дагестана, в городе Дербенте, которому более 5000 лет. Ну, такое экзотическое место. Мало кто о нем знает подробно. Три километра между Горой, Кавказским и Каспийским морем. И город, который построен более 1500 лет, где люди продолжают жить, что называется Магалы. Насколько Дербент был местом проживания горских евреев? Там много было евреев в Дербенте? До массы переезда евреев за границу, в частности в Израиль, жило около 14 тысяч евреев. И в 70-е годы начался массовый уезд евреев. Это горские евреи? Горские евреи. Ну, там параллельно с горскими евреями жили большое количество ашкеназий евреев, которые приехали, были беженцами из Европы. Один из них был мой отец. Отец бежал из Европы? Он бежал из Польши, из Бенчин. Город Бенчин, Польша, где он родился, вырос и убежал в 1939 году, август. А родственники все? Мать, его родственники никто не остался в живых, он единственный в семье, кто остался живым. Все остальные погибли в Бенчинг-гетто. И я знаю одна из его сестер, только недавно я нашел его двоюродную сестру в Чикаго. Она провела с ней вместе в Освенцим. И она сказала, что три недели до освобождения Освенцима от Советской Армии, и она погибла в туберкулезе. А мама? Его мама... А его маме и отцем, что является мой дедушкой и бабушкой, мы ничего не знаем. Мы только знаем, что его дядя искал всех родственников. И они на основу его поисков, мы знаем, что они все погибли в Бенчинг-гетто. Насколько мне известно, и как часто говорят, что ашкиназийские евреи, значительно в большем числе советские евреи, были ассимилированы, нежели горские евреи. Горские евреи, в общем, как бы соблюдали, большинство из них соблюдали традиции, старались получить, несмотря ни на что, еврейское образование. Это соответствует действительности? Я бы сказал бы да, потому что в маленьком городке в Дербенте было около пять синагог. Одна, когда я уже рос, одна была действующей главной синагогой, куда отец мой ходил по субботам, куда он меня забирал, и у него было свое место в синагоге. И основное количество прихожан были горские евреи, невзирая на запреты при советской власти, и горские евреи продолжали. И можно было сказать, что они меньше подали всякой ассимиляции. Вы соблюдали традиции в семье? Да, отец... А как же вы тогда стали художником? Насколько я понимаю, не в еврейской традиции изображать человека. Это правильно вы говорите, Виктор. Ну, невзирая на то, что у евреев не изображают в синагогах человеческие образы, душа моя парила и хотела рисовать и людей, и всякие композиции. Отец получал советец Гемленд, что на идиш означало «советская родина». И часто он мне зачитывал статьи о художниках. И Марк Шагалик я узнал в первый раз от отца через советский. То есть отец не возражал, чтобы сын занимался рисовать? Нет, нет, нет. Он очень честно поддерживал и часто читал о Левитане, о еврейском художнике. Я читал о многих других художниках. Он приносил из библиотеки, где можно было найти, о еврейских художниках. И он поощрял, что я рисую. И он был рад. Не только он, и мать, и родители. Вся семья была. Как вы росли? Такой хороший, послушный, еврейский мальчик, который еще соблюдает традиции, который делает все, что ему говорят родители. Ну, в общем, такой хороший, очень хороший еврейский ребенок или нет? Баловником я себе бы не назвал, что с большой дороги. Но, как любой, наверное, ребенок в семье, есть плюсы и минусы в поведении. Но, по большому счету, я не думаю, что им было стыдно за меня. Ну, то есть хороший мальчик. И что, хороший мальчик стал художником? Я... Там, в Дербенте. В Дербенте, да. Как складывалась ваша жизнь? Что вы писали, где ваши работы, и как вообще это дело происходило? В начало 80-х годов я организовал общество «Колорит» в Дербенте, где собрал всех художников Дербента и убедил им, что, чтобы выставляться, было бы лучше нам держаться вместе. И, учитывая все конъюнктуру вокруг, все вместе было бы легче. И я писал свои картины. Я помню, что я принес в Махачкалу, в Союз художников, на выставку свои первые работы. И мне сказали, где колхожница, что это не традиционная тема, которую они ожидали. И жюри тогда не приняло мою работу, потому что тема не соответствовала той времени. Но тема, может быть, не соответствовала, но вы тогда уже, ваше имя было известно, и вы пользовались достаточно большой известностью в кругах и живописцах, и в кругах коллекционеров. Я не очень понимаю, почему вы остались в Дербенте. В вашей ситуации очень многие художники, да и не только художники, уезжали туда, где можно реализоваться с большими возможностями. В Москву, в Ленинград и так далее. Почему вы не уехали? В Москву я выставлялся. Я выставлялся часто. И однажды, я помню, я принес на Арбат, как многие тогда художники в той времени делали, выставиться на Арбате. И совсем посторонний человек ко мне подошел, я даже никогда его не встречал. Он говорит, эти работы не должны быть на Арбате. Я тебе дам галерею в Москве. Иди отнеси свои работы в галерею и покажи. И я думаю, что они заинтересуются. Действительно, я поехал, как он рекомендовал, со своими четырьмя работами, которые я привез из Дербента в Москву. И показал галерею. Галерея говорит, да, мы будем выставлять, забыть об Арбате. И они выставили на продажу. И три работы были проданы московской галереи. Позже я нашел спонсора, Зимрона Ахшунов, который помогал мне. Он был больше, чем спонсор, как меценат. Он когда увидел мои работы, он сказал, забудь обо всем, я все сделаю, чтобы помочь тебе, твоему искусству. И действительно, с помощью Зимрона Ахшунова, тогдашнего моего спонсора, мне удалось выставляться в Восточной галереи в Москве, персональной выставке и Центральном доме художников. И очень удачно мне удалось продать свои работы. И что послужило мне, дало надежды на искусство. А зачем же вы вернулись в Дербент, если все так хорошо складывалось? Дело в том, что у меня была старая мать и бабушка, мне тяжело было бы их попросить или поменять их жизнь из Дербента, которые они выросли в Дагестане, мать и бабушка, которые родились в Дагестане. Ради своего блага попросить их уехать в Москву. И я решил просто выставляться в Москве и рисовать Дербент и привозить свои картины. И что гармонично работало для меня. Я думаю, что в результате ваше благородство и ваше отношение к семье сослужило вам хорошую службу. Потому что если бы вы сидели в Москве в мастерской и рисовали ваши работы, может быть, не было бы такого, извините за это слово, имиджа, такого непонятного еврейского горского художника, который живет в Дербенте, но работы которого продаются в Москве и улетают в Москве, как горячие пирожки. Я думаю, что в этом был такой определенной атмосферы, которая вам помогла. Этот микроклимат Дербенте, это очень мне действительно, по-моему, вы правы полностью, Виктор. Это помогло мне сохранить себя, помогло жить в таком специальном микроклимате, где я чувствовал себя комфортно, где я мог творить. И я думаю, это мне помогло. Исраил, мы остановились на том, что вы вернулись в Дербент, но работы ваши продолжали продаваться в Москве. То есть я в Дербенте пишу, отправляю, ну я специально упрощенно говорю, отправляю работы в Москву, там их покупают, я пишу дальше. Вы работали на заказ? На заказ я никогда не работал и делал умышленно это. У меня были возможности, когда подходили коллекционеры в Москве, и они говорили, мне нравится, что вы делаете, мне нравятся ваши работы. Вы могли бы сделать для меня такую-то композицию? Они называли какую-то тему, старались мне описать эту тему. А сумму называли? Сумму они называли, да. Называли сумму и описывали, что бы им хотелось бы увидеть в этой картине. Но они в Москве очень море художников. Ну и что вас останавливало? Почему вы не работаете? Это нормально для художника работать на заказ? Что в этом зазорного? Ничего зазорного в этом нет. Просто я по природе, как человек, никогда не могу работать на компромисс. В какую-то минуту она меня радует. И я был восхищен, что человек подходит, готов заплатить сумму, которая бы соответствовала моим запросам. Но на другой же день, когда я вставал и думал об этом, я понимал, что это не мое. Это идея, все эти мысли, хорошие они были или плохие они мысли были, не соответствовало, не пришло из моего источника. А может быть не в этом дело, может быть просто вам повезло в жизни. И ваши работы, которые вы делали вне заказа, расхватывали как заказные работы. Поэтому вы могли себе позволить такую снобистскую позицию. Дескать, не хочу работать на заказ, пишу то, что мне хочется. Все равно же уходят. И уходят за хорошие деньги. Какой же смысл на заказ работать? Ну, у меня была ситуация, что когда я был в армии, мой майор попросил нарисовать ленинскую комнату. Я рисовал ленинскую комнату, нарисовал, и он мне дал 10 дней отпуска. Но потом, я когда вернулся с отпуска, я уже хотел на любую другую специальность, только не художника. Потому что все, что не по мне... Ну, видимо, если 10 дней отпуска, ленинская комната получилась хорошей, убедительной. Ему понравилось и другим начальникам. Ну, что-то я понял в себе, в душе, что работать по заказу тяжело, не просто... Вам судьба подарила много интересных встреч. Одна из них, о которой, во всяком случае, знаю я, это с уникальным хирургом Элизаровым, который гремел по всему Советскому Союзу, хирург-педиатр, к которому приезжали, он и Брумелю делал операцию, кому он только не делал. Безусловно. Да, он гремел на весь Советский Союз. Я знаю, что вы дружили, я знаю, что вы общались, я знаю, что вы подарили ему его портреты, что вы вместе даже ездили в какую-то поездку. Это так? Да, это правильно, Виктор. В 1987 году я написал письмо Гавриилу Элизарову, и можно ли я напишу его портрет. Честно говоря, я не надеялся получить ответа. Но, к моему удивлению, я получил ответа, и он сказал, что я могу приехать в определенное время и писать с него портрет. Я восхищенный радостью, таким возможностью, моментально купил билет и вылетел в Курган. Я забросил все свои дела и вылетел в Курган. И когда я пришел в Курган, у него одни пациенты за другими, одни пациенты за другими. Попасть к нему было невозможно. Он был мировая знаменитость, без преувеличения. Да, и секретарша говорит, подождите, а кто вам сказал, что вы должны приехать написать? Я говорю, вот письмо от него, дайте мне, я зайду, покажу ему. И он через 5-10 минут выходит, говорит, он вас зовет к себе в офис. И вот он действительно вспомнил про это письмо, говорит, где вы устроились? И вот он вызвал своего помощника и сказал, устрою этого человека в гостиницу, убедись, что человек только пришел с аэропорта, где-то заселен. И его первый помощник поехал со мной сам лично в гостиницу. Определился, он такой заботливый был Гавриил Лизару. И потом, на следующий день, я каждые 6 дней провел с ним, я рисовал, его целыми днями делал эскизы. Я переживал, что это может его отвлечь, это может как-то помешать его работе. Но он через 30-40 минут забыл о моем присутствии, чтобы мне очень помогло. И он делал свои дела с пациентами. У него были американские группы врачей, как раз в то время, когда я там был, они через переводчик общались с ним. И я делал эскизы. Потом мы пошли к нему домой, он познакомился с своей семьей. Там были, правда, вместе со мной другие американские врачи, которые прилетели специально практиковаться, узнать о его методе. И мы ходили вместе с ним за грибами в лес, он любитель грибов. Симпатичный человек был? Очень добрый, очень симпатичный. Очень простой. Мне иногда думали, где я, где Лизару? Как эта ирония судьбы могла произойти, что такой великий человек, как Лизару, позволил мне быть рядом с ним? Ему понравился портрет, ваша работа? Да, я ему показал свои рисунки, эскизы. Он говорит, ты шесть дней здесь, я хочу наконец увидеть твои рисунки. Да, и он подписал своим подписям, и я принес как раз для передачи один эскиз. Исраил, скажите мне, пожалуйста, ну так все ведь вроде бы очень неплохо складывалось. Вы почему уехали? Вы в Америку уехали, если я ничего не путаю, в 1994 году. Да. Правильно? То есть это уже больше 20 лет назад. Все бы складывалось хорошо. Да еще такой, извините, как говорили раньше в Советском Союзе, не просто художник, а национальный кадр, что очень ценилось всегда. Это не просто художник, а это художник, который живет в глубинке, который кавказский, который горские евреи. Это вот такая определенная, хорошая, из народа, и в то же время популярная, и в то же время талантливая, как раньше говорили, единица. Все у вас было хорошо. Почему вы уехали? Уезд мой был связан не потому, что мне было плохо. Я как раз в 1994 году в ЦТХ была выставка в апреле. Уехал-то я в июле 1994, а выставка была в апреле, в марте, в апреле. До этого была выставка восточная персональная. Казалось бы, лучшее время в расцвете сил оставаться, я был молод тогда, и продолжать жить. Но дело в том, что интуиция подсказывала, что в один день этот пароход может утонуть. И все эти благодать, которые я имел, всеми изменениями, что они на какой-то спонсор, который Зимурон Акшунов у меня был, что одного дня тоже его жизнь может поменяться. Что действительно потом поменялось. И у меня в Америке живут три сестры. Вы хотите сказать, я прошу прощения, что вас перебиваю, вы хотите сказать, что вы не просто уехали, вы хотите сказать, что вы почувствовали, что запахло жареным и убежали в Америку? Я не убегал, я искал воссоединение со своими сестрами. Не, ну, Исраил, это для печати, а для меня. Это все очень красиво насчет воссоединения с сестрами. Но вы же раньше не воссоединялись, несмотря на то, что они не в 1994 году уехали. Значит, в 1994 году вы почувствовали, вы об этом сами говорите, что тучи стали сгущаться или нет? Тучи стали сгущались в каком-то плане, и я чувствовал, потому что началась война, гражданская война между Чечней и тогда Россией. Все эти военные конфликты отражались на жизнь в Дагестане. Оно не проходило бесследно. И я, и отец троих детей на то время, я чувствовал ответственность, что... Боялись за детей? Боялся, очень боялся. И я чувствовал, если я буду только думать о себе и забыть на какой-то момент детей, я могу неправильно рассчитать их будущее. И для меня, как отца, очень было важно, чтобы принять правильное решение. Даже в самый разгар расцвета, который я был, и в самый разгар удачи, который я имел на тот год и год до этого, было бы справедливо к ним, детей, не дать им возможность иметь лучшее будущее. И я чувствовал, что это был важный рычаг для меня, дети. И это побудило меня драматически поменять свою судьбу, хотя все предвещало, я мог бы оставаться. Были какие-то конкретные угрозы персонально вам? Да, были. Кто вам угрожил? Когда я только приехал из персональной выставки, потому что выставка показывалась на центральных телевидениях около 10-15 раз, по многим каналам «Утро», потом показывались другие передачи, канал «Сто» и «Первый». И когда я только вернулся на второй день, я начал поступать, что я должен отдать рэкетерам сколько это деньги, сколько я должен принести, если я не принесу, начали угрожать моим детям. У вас не было защиты, не было крыши еврейской, русской, чеченской? Никто вас не прикрывал? Никто вашу безопасность не обеспечивал? Я, несмотря, не взирая на все каналы, которые мог бы я постучаться, чтобы попросить кого-то, я понял, что на 100% ты никогда не подстрахуешься. Ты можешь ошибиться, одна ошибка могла бы послужить судьбой моего ребенка. И такую ошибку я бы никогда в себе не мог бы простить. Итак, Исраил, следующий этап. Сбежали из Дербента, называем вещи своими именами, боялись за детей. 1994 год, приехали в Америку. Как вы оказались в Олбани? Почему вдруг Олбани? Нет, все, я понимаю, столица штата Нью-Йорк, все звучит солидно, но почему не Нью-Йорк, почему не Сан-Франциско, почему не Лос-Анджелес, где полно картинных галерей? Почему Олбани? Дело в том, что Хайас в Нью-Йорке, когда принимал решение, где надо заселиться, где мы хотели бы заселиться, спрашивал через посольство в Москве у нас на интервью, кто-либо у нас есть здесь в Америке. Мы сказали, что в Саратоге-Спрингсе, недалеко от Олбани, есть сестра. Понятно. Да, и сестра от меня 30 минут ездит. Ну, хорошо, сестра 30 минут, а основные картины и галереи намного дольше. Что важнее? Семья – это для меня… Вот это горские евреи. Вот это я говорю абсолютно, чувствуя, что оно так есть. Самое главное – это семья. Безусловно. Творчество, живопись, судьба искусства – все это очень важно и хорошо, но не в первую очередь, а во вторую. Самое главное – это семья, правильно? Семья – потому что я знаю, как художник. Если я действительно… Картины проходят через мои жилы, они будут писаться, где бы я географически… В Тайге, в Саратоге, в Олбани. Ну, хорошо, это все очень хорошо. Писаться можно, а продаваться? Продаваться от меня, от Олбани до Нью-Йорка три часа на машине. Кто за вас взялся? Там у вас был спонсор, который продавал ваши картины. Кто-то оказался здесь, в Америке, который ухватился за ваши работы и стал их продвигать на рынок? В начале 97-98 был американец, который брал мои картины, привозил сюда и показывал в галерее, паблишер, которые могли бы заинтересоваться. Так начались мои первые пути через этого человека-американца, который, как увидел, он сказал, я буду работать с тобой. И этот американец был, увез туда, в Нью-Йорк, привозил в Олбани. То есть вам повезло, вы спокойно сидите в своей мастерской в Олбани, пишете, а в Нью-Йорках отвозят и продают. То есть вы повторили ситуацию Советского Союза практически. Вы сидите в Дербенте, пишете спокойно в своем микроклимате, в своем микромире, работы продаются в Москве, причем хорошо продаются. Вы приехали в Америку, вы сидите в Олбани, спокойно пишете, работы продаются и хорошо продаются в Нью-Йорке. То есть это практически зеркальное повторение. Удачен в каком-то смысле. Считаете, повезло? Могло бы случиться так, что я не встретил этого человека и могло бы пройти по-другому. Но если бы даже так случилось, что я его не встретил, я думаю, что я бы нашел бы в галерее и моя насыщенность, желание найти кого-то, я бы стучался бы в дверь. Меня поразила эта история с известнейшей американской танцовщицей Джуди Труппин, которая сделала практически спектакль по вашим девяти картинам. Это так? Я не очень понимаю, как это получилось, с чего это началось и зачем ей это было нужно? Джуди Труппин, она сама известная танцовщица, выступала в многих странах Европы. И когда она увидела мои картины, она подошла ко мне, нашла меня и сказала, я очень восхищена твоими работами, и у меня есть идея, если мы можем, мы обсудим. И ее идея заключалась в том, что она придумала композиции, танцевальные композиции на основе моих девяти картин. И она написала в начале в тексте, потому что параллельно с танцами она что-то говорит о картинах, и говорит не моими словами, а ее Джуди Труппин словами, как она воспринимает эти картины, ее образы. И она начала зачитывать мне, что она видит в этих картинах, и потом она интерпретировала все это в танцах. И показала это мне танцы, у нее была огромнейшая студия у себя дома. И она танцевала и показывала элементы. И потом, когда она все это поставила в одно единое, и мы начали гастролировать с ней. И мы гастролировали в Уолбане, мы гастролировали в Нью-Йорке, Риводелл и в других местах Трои. И люди очень воспринимали, очень с теплом, потому что я думаю, что такое подобное, что Джуди Труппи придумал, наверное, и до этого другие танцоры придумывали. Но то, как она преподнесла, потому что на фоне были мои картины, и она танцует и интерпретирует их через танцы. И в это сочетание музыки, которую она нашла, и танца, все это послужило большой гармонией. И что она даже удивила меня, что я иногда хотел увидеть через ее глаза свои собственные картины. Ну, вообще-то это очень интересно, потому что живопись перешагнула в другой жанр. Живопись перешагнула в жанр танца. И это мало кто может этим похвастаться. Это очень интересно и необычно. И тем более не только танцы, плюс музыка, правильную музыку подобрать, правильно говорить о картине через свое мировоззрение, через свою философию, которую она воспринимала. И перед выступлением мы начинали, что я говорил и показывал свои картины, потом ушла выставка моих картин. И потом после выставки зрители спрашивали о моих, и слышали мои объяснения. И потом начинался ее шоу, ее шоу, который шел около часа. И прекрасно люди воспринимают. Сейчас можно услышать такие слова, что Цвагенбаум – модный художник. Вас это обижает или вас это радует, когда вас называют модным? То есть это модно купить, это престижно, это модно купить работу этого странного художника Цвагенбаума. Это вот кто-то, я не хочу сказать, что большинство, но кто-то покупает картину вашу, потому что ему хочется сказать в окружении друзей и знакомых, вот я купил работу Цвагенбаума. То есть это мода определенная. Вас это радует или вас это огорчает? Я, честно говоря, над этим даже и не задумываюсь, потому что я, когда пишу свои картины, я не думаю, как зритель воспринимает, будет он рад моим работам, не будет он рад меня, какой он ярлык на меня повесит, или подумает, что я мадерн, не мадерн. И я думаю, что я, как художник, не задумываюсь над этим. Израил, вы лукавите или говорите правду? Я говорю правду. А как насчет семьи, как насчет жены, трех дочерей? Я не верю в то, что такой человек, как вы, и с той закваской, как у вас, не думает о том, как сделать благосостояние семьи нормальным. А раз это так, так, а раз это так, то вы не можете не думать, подходя к холсту, что из этого выйдет. Полгода работы впустую ради своей живописи или работы ради того, чтобы она ушла за большие деньги и обеспечить нормальную жизнь семьи. Поэтому внесите ясность, где вы лукавите. Я думаю, что я не лукаваю ни в одном, ни в другом. Если бы я начал как художник компрометировать себе задачами, чтобы, насколько она продастся, и будет ли кому-то интересно, я бы сделал с собой сделку. И мне, как художнику, я чувствовал, что это был бы как красный флаг для меня. И я искренне говорю вам, что я не задумываюсь ни на секунду на тот процесс. Идет какой-то процесс, как беременная женщина в чреве имеет ребенка, и этот ребенок развивается в животе у матери. Так и у меня происходит. Я получаю от источника вот это вот. Пока эти образы примут форму, примут жизнь. И когда я чувствую, что эта форма приобретает жизнь и дыхание, я начинаю рисовать. И если бы на какой-то момент я стал бы задумываться, что, о, если я сделаю так, кто-то у меня его не купит, я не смогу прокормить семью. И я искренне подумал бы, что что-то со мной неправильно происходит. Но покупатели разные. Есть искренние покупатели, есть Остапа Бендера покупатели, которые покупают 12 стульев. Иногда я знаю из онлайна, люди готовы, говорят, покупают на любую цену и за любую сумму. Но жизнь показывает, что эти просто те же Остапа Бендера и с 12 стульев. Так что разные покупатели. Ваша работа дорого стоит? Это может позволить себе только обеспеченный человек? Я бы думаю... Да, потому что я знаю, что человек из другой страны хотел купить, когда он узнал цену, он написал, извините, я не смогу. Конъюнктура, это плохое слово, да, применительно к живописи? Я могу назвать вам фамилии выдающихся живописцев, которые не считали для себя зазорным признаваться в том, что они, кроме того, что самовыражаются на холсте, зарабатывают этим деньги, причем большие деньги. А иногда хотелось заработать большие деньги, но не получалось. Так вот, конъюнктура, то, о чем говорите вы, применительно к живописи, это что, это однозначно плохо? Нет. Если я к вам приду и скажу, что Исраил, послушайте, я выиграл лотерею, я хочу вам заплатить полмиллиона за мой портрет на лошади. Вы что, откажетесь? Тяжело ответить. Я думаю, что если я почувствовал бы, что это ваш портрет на лошади не будет соответствовать моей душе, и я отказался бы вашим миллионам без заигрывания с вами на этой передаче. Когда я говорил о том, что вам судьба подарила встречи с выдающимися людьми, мы вспоминали Лизарова, да, я знаю, что, например, вы, ну, художники не очень любят друг друга, как и, знаете, у Кедрина были замечательные стихи про поэтов. У поэтов есть такой обычай, вкруг сойдясь, оплевывать друг друга. Так же и не все поэты друг друга любят, не все литераторы любят, не все живописы любят, но у вас, я знаю, со многими художниками очень теплые отношения, в частности, с Шемятиным вы дружите, это так? Я живу недалеко от него, он живет недалеко от города Хатсон-Сити. В Нью-Йорке, где-то 30-40 минут от меня, и он однажды продавал свои книги у себя, клавераки, и человек, который, зная меня и зная его, рассказал ему, что в Олбане живет художник Исраил Цвагенбаум, и вам было бы интересно встретиться. И он действительно заинтересовался и сказал, вы могли бы Исраил Цвагенбауму отдать мой телефон, и пусть позвонит, и мы встретим. И я позвонил Кей, его жена, которая в совершенстве прекрасно говорит на русском языке, если бы я не знал, что она американка, я бы подумал, что она из России. И она подняла телефон, и я представился и сказал, что вот от кого я звоню. И она говорит, да, да, мы в курсе дела, вы можете подъехать, и назначили день. И вот я клаверак пришел в дом, где его и студия, там и дом в клавераке. И мы провели три с половиной часа у него дома, беседовали, говорили о его искусстве, о его жизни в эмиграции, во Франции. И как он возвращался периодически в Россию. И по иронии судьбы, в 1994 году, когда я имел выставку в ЦДХ, на втором этаже, на первом выставке была его выставка, Шемякина. И вот мы обменялись в том времени об этой выставке и говорили, и он вспоминал, что о его кавказских, его связи с Кабардино-Балкарией, у него корни. И вот эта встреча с ним очень была интересная для меня. Какое впечатление он на вас произвел? Вам легко было с ним общаться? Да, я должен дать ему должное, что несмотря, что он очень занятый человек в своей жизни, который очень известный человек через свои работы, которые он вложил из культуры, которые он делает, по отношению ко мне он был очень прост, очень хлебосольный, и мы провели вместе. Водку пили? Нет, он был после операции, и ему нельзя было пить, ему нельзя было пить, и он не пил в тот день. Вот в тот день как раз не пил. Я понимаю. Исраил, скажите мне, пожалуйста, я вот читал о вас много, о вас много, и в основном, что меня сильно раздражало, в основном хорошо пишут. Я пытался найти, кто у вас, какие-нибудь там гадости про вас пишет, но что-то урожай плохой. В основном пишут в восхищенных тонах и дают самые высокие оценки. Скажите мне, пожалуйста, такую штуку. А для вас это является важным моментом? Вам важно, чтобы вас любили? У меня такое впечатление, что вот вы такой хороший и правильный, и вам нравится, что у вас практически, как я понимаю, нет врагов. Если есть завистники, то они тихие. И, в общем, как бы все пишут хорошо. Я, Виктор, никогда не задумываю. Если у меня враги любят, они меня не любят, я продолжаю жить в своем русле, в своей жизни. Для меня главное... Хорошо устроились. Моя семья, которая для меня является источником жизни и моей картины. Картины для меня... Давайте немножко о картинах. Вот когда я пытался что-то найти о вас, какие-то интересные факты в биографии, я обнаружил, что в одном из интервью вы сказали, что у вас два любимых художника, которые во многом вас сформировали. Это Шагал и Ван Гог. Если бы я не знал, что речь идет об известном популярном художнике, я бы решил, что это какой-то ненормальный. Извините меня за правду жизни. Потому что поставить рядом Шагала и Ван Гога, это надо умудриться. Двух более непохожих художников найти тяжело. Я могу сказать, что я еще люблю Нико Перасмани, который красивый художник, который самоучкой никогда не кончал ничего, но его картины ничего близкого не имеют ни с Ван Гогом, ни с Гогеном, ни с кем, ни с Марк Шагалом вместе. Но они имеют свой тип, они разговаривают. Вот эти художники Марк Шагал и Ван Гога, они всегда разговаривают с моей душой. Но художников, которые разговаривают с душой человека довольно много. Шагал и Ван Гог абсолютно не похожи. Более того, мне представляется, не будучи профессионалом, мне представляется, что эти художники во многом настолько разные, скажем так, что поставить их рядом я себе не представляю. Для меня человек, который любит Шагала, не должен очень любить Ван Гога и наоборот. Для меня как букет цветов. Букет цветов много разных цветов, но они каждый красивый по-своему. Они замечают. Мы любим каждый цветок в этом букете, но вместе они создают ту красоту. И в отдельности мы не можем ни Марк Шагала сказать, о, он не Ван Гог и я не могу его насколько любить, как Ван Гога. Когда я формировался как художник, я многому учился у него в сочетании цветов, в сочетании композиции. И неважно насколько он был близок к другому художнику или далек от какого-то художника, но его красота, его чистота восприятия мира, несмотря на все трудности, которые он имел в своей жизни, оно всегда восхищало меня. Я что-то не видел из ваших работ? Почему только масло или я что-то не видел? Дело в том, что я писал, у меня есть дома акварельные работы, безусловно, я писал натюрморты акварельные, но структура масла, структура холста, вот эта грубость всегда вдохновляла меня и всегда она... То есть то, что выпирает из картины, да? Да, форма, я могу лепить формы с ним. Человек-акварелист может не согласиться со мной, прослушав то, что я объясняю, он может восхищаться и делать прекрасные работы с акварелями, и люди, многие, миллионы людей любят, но сама структура, то, что я могу лепить формы и идеи свои, она меня восхищает очень израиль, еще один вопрос, ответите мне, пожалуйста, учитывая вашу такую крепкую связь с еврейской традицией, с еврейским воспитанием, с еврейской тематикой в живописи, почему Америка, а не Израиль? Уж казалось бы, вам прямое место сидеть где-нибудь в Цфате и работать там, а вам же все равно где сидите и работают, ваши продаются все равно не там, где вы пишете. Сидели бы в Цфате, в Святом Городе, разрабатывали бы свою еврейскую тематику на Святой Земле, нет? Я был в Израиле в 1998 году, и я ездил по многим местам, где художники выставляются, живут свои общины художники, был на многих их выставках, но почему-то толчок, которые где-то внутренне происходят, чтобы уехать в Израиль у меня так и не произошло никогда. Красивая страна, прекрасные люди, я видел многих прекрасных картин художников из России, которые приехали туда, и мои многие художники, друзья, которые живут в Израиле и выставляются, и я знаю художники другие, которые совсем не знают меня, но я знаю, люблю их работы, и почему-то внутри я не мог никогда саму себе объяснить, мои дети часто спрашивают меня, папа, почему ты уехал в Америку, но ты не уехал в Израиль, этот вопрос моя младшая дочка Истер спрашивала много раз меня Дочку зовут младшую Истер, а старших как? Старших зовут Мир Вари и среднюю Раиса А сколько, я прошу прощения, сколько лет дочерям? Старше 31, средней Раисе 29 и младше 23 года Большие девочки? Уже большие самостоятельные дети и уже сформировали, я их привел в страну очень маленьким Старше было 9, средней 6, а младше 14 месяцев Они уже пропитаны этой культурой Они американки? Они родились в Советии Я понимаю, но они американки по ощущению или нет? Они все свободно говорят на русском языке Они знают русскую культуру Младшая, которая приехала 14 месяцев может читать на русском языке Я им продолжаю давать культуру России и насколько это возможно это дать Я привез литературу Толстого Я принес литературу Горького с собой Я принес многих других писателей из России Я знал даже тогда когда не будучи не живя в Америке что эти дети вырастут и будет пропитываться культурой этой страны Но я всегда лелеял мечтой что в один прекрасный день они вернутся к русской литературе русской культуры которые имеют свое прекрасное прошлое и будущее Это странно это очень достойно но это очень странно потому что мне всегда казалось что вы имеете больше отношения к еврейской традиции еврейской культуре чем к культуре русской Я бы не удивился если бы ваши девочки говорили на идиши или на еврите а то что они говорят на русском языке это прекрасно но меня это несколько удивляет Дело в том что моя мать горская еврейка и в семье отец никогда не мог говорить моей матери на идиш на идиш он только разговаривал с своими друзьями которые так в маленьком количестве в таком маленьком количестве жили в Дербенте когда он брал нас детьми меня и моего брата своим друзьям там мы могли слышать его прекрасный идиш который он мог читать переводить не задумывая он свободно владел немецким языком мать родилась в Дагестане в маленьком селении и она естественно ничего общего европейскими евреями ашкиназов не имела она говорила на татском языке она говорила на лесгинском языке она говорила на азербайджанском языке и так же моя бабушка они в совершенстве знали языке в которой они рядом жили но никогда они между матерью и отцом к сожалению породитель очень интересно совсем противоположны разной культуре ничего вообще в культуре не имею отец вырос в Польше где тогда в то троцкисты сионисты в то его время многие социалисты всего этого мать никогда не знала и ничего ее не окружало израил у нас к сожалению почти не осталось времени вы знаете нашу традицию чем заканчивается передача вы подготовились я бы хотел прочитать стихотворение горского еврея давайте его Сергея Давидовича из Геяева называется она любимой Гея Давидовича как ты красивой недоступной я не встречал не видел не любил но вот в окно тихонько кто-то стукнул и час мой предназначенный пробил я пленник твой казни измивайся я все стерплю и все перенесу крути мне голову паривом вальса и как вийону приготовь петлю сведи с ума и вновь верни рассудок мой день настал я принял честно бой ведь я тебе самой судьбой предназначен и потому я бесконечно твой вернись как прежде ветрено и томно вернись ладьей вернись в ночи луной придет то время тихо и достойно я все назову тебя женой я этот стих писал картину невест у меня есть и это стихотворение побудило тогда посвятить моей жене картине спасибо за стихи спасибо что выбрали время и пришли я вам желаю радости творчества я вам желаю чтобы дальше ваша жизнь складывалась так счастливо и замечательно что вы писали только то что вам хочется а то что вам хочется вызывало бы такой ответ у коллекционеров и у тех кто приобретает работы я думаю что для художника это настоящее счастье творить свободно и в то же время пользоваться такой известностью таким спросом как вы я желаю вашей работы я желаю чтобы дальше так продолжалось а самое главное что вам желаю это чтобы ваша семья была здоровая и счастлива потому что как я понял для вас важнее этого ничего нет и все несопоставимо с этим даже живопись и наверное это очень правильно спасибо вам большое спасибо большое Виктору за ваше время дорогие друзья наша сегодняшняя программа подошла к концу спасибо что этот час были с нами до встречи через неделю и будьте пожалуйста благополучно